шоу на канале мечта летать выживет ли этот планер второй полет вы думаете что это идиот шортах но тепло модельку эту тоже я немножко приложил пытаясь поймать руками долбишь склеиваешь склеиваешь долбишь в конце концов я так за устал правильно ну вы это поняли о чем я планеристом белая кость голубая кровь так вот раз ой самолет раздолбал я могу сказать что это мастерство здравствуйте глубоко уважаемый любитель летных видов спорта чем занимается канал мечта летать когда с утра шел ливень и на планере летать нельзя потому что лужа на аэродроме ажи моделизм пошел главное сейчас ее не упереть итак сегодня у нас замечательный выпуск новый в команде ассистент под помощник макс он снимает тоже помогает снимать активно потому что выпуска авиамоделях в моем счастливом детстве на модель как я начал летать в вильнюсе на станции юных техников 10 лет и это наверное был просто откровение то есть я попал в совершенно замечательную волшебную команду у нас у меня были два учителя которые помимо того что научили меня строить модели научили меня наверное еще кучи других вещей то есть это были прям педагоги в высшем смысле этого слова янджа мойте андрис букаускас привет огромное спасибо я попал в семью таких вот детишек которые что-то строили руками мы должны были два дня в неделю заниматься но мы занимались наверное я каждый день туда бегал я посылал к чертовой матери эти линейки марш и там уле уле и говорил получал двойку по поведению но все равно сбегал мы строили модели готовились к разным соревнованиям и я прошел путь от ну первых бумажных таких не знаю даже что такое было с резиновым моторчиком потом строил комнаты и модели когда такая красивая переливающаяся всеми цветами радуга пленка нужна была я кстати клеил ее у бабушки с дедушкой в квартире потому что мы жили в старом доме деревянном нас ванны не было там и так далее то еще эта история а у бабушки с дедушкой был такой современная квартира с ванной и вот ванна должна была неделю стоять без движения вода там пузырьки всякие выпаривались потом я чистил газетами потом я разливал состав который полгода хранился получал эту микропленку друзья ну вот это к тому что что такое моделизм то есть ребенок мне тогда было 11 лет или 12 я кропотливо эти соломинки там паяльник гнул бальза в общем все и по сути это немножко сформировала меня как будущего инженера то есть развила руки развивала понимание что надо что-то считать нужно что-то это какие-то чертежи делать еще что-то еще что-то паять первые там модели радиоуправляемые я поступил в харьковский авиационный институт то есть я могу связать две вещи я пошел в модельную лабораторию и это толкнуло меня поступить харьковский авиационный институт дальше я стал инженером дальше я сделал летные школы сделать изобретения заработал денег на большую большой планер и летаю сейчас на нем и вы смотрите мой канал но начиналось вот вот с этого с авиамоделек вот когда я был конечно капельку поставь постарше макса я думаю макс макс тебе нравится авиамодели этот самолетик но вот максу нравится этот самолетик это мультиплексовская маленькая моделька которую мы с максом купили чтобы вот мы сейчас поставили на нем микромоторчик вот это будет контроллер который управляет моторчиком вот такие рулевые машинки маленькие то есть все это миниатюрно и макс вот это собирает вот сейчас мы с ним врезали бритвами ножом специально мы прорезали щели вырезали теле рон чеки вот это его моделька который мы наверно когда-нибудь до соберем а начиналась наша эпопея вот с этой модельки вот не с этой конкретно от такого типа то сейчас я уже плавно перехожу друзья если вы захотели сейчас современном мире заняться авиамоделизмом с чего начать это мультиплекс изи глайдер или что-то в этом роде чем он хорош тем что у него вот здесь задней части стоит моторчик с пропеллером ну здесь конечно пафосная модель пропеллер складной складывается чтобы сопротивление было меньше при полете когда он летит как планер но сам принцип это пенопластовая моделька с размахом полтора метра и она очень простая я бы рекомендовал эту модельку брать версии ready to fly когда она уже идет с предустановленной электроникой но с машинками вклеенным скажем так то есть вот эти все машинки есть вам остается сделать вот эти кабанчики там поставить там все это соединить воткнуть вот такой приемничек соединить с сервом машинками и вам нужно обязательно будет вот такое вот радиоуправление но не конкретно это я сейчас по радиоуправлению немножко пройдусь в моем случае это же эти ds-12 с аппаратуры я клепнул массу эмоций потому что если покупать что за покупать планировочек я знал у меня там друзья посоветовали виктор привет вот это вот какой-нибудь изи глайдер называется это еще sky ranger и так далее вот этих пенопластовых полу полтора метра размах у которых винт сверху и которые летают как полупланер их полно на рынке категорически рекомендую чем хорош винт сверху винты сэкономите довольно существенно и вот я купил а дальше к нему предложили какое-то говно управление то есть когда я выдержал в руках у меня даже вот отвращение было сразу к этой аппаратуре по качеству комплектующих по литью пластмасса что это штука которая просто вот возьмет и очень быстро развалится поэтому я спросил у продавца говорю что то есть у вас ну хоть капельку посерьезненько и слушать сейчас вышла такая аппаратура джампер tx16 она может все к любому приемнику подключается так далее и тому подобное нужно посидеть с компьютером разобраться как работает эта вся программа как вообще это все ну думаю я то инженер авиационный ну ёк там понятно компьютеры дико не люблю но все равно думаю разберусь точно я такую штуку купил а дальше друзья был ад ад был в том что я конечно инженер аппаратуру я разобрался потратил благо был этот коронавирус ну или не благо уж непонятно то есть я привез модельку максу и когда все закрыли аэродрома остался вот с этой моделькой аппаратурой желаниями настроить больше было делать нечего то есть полетов не было я спокойненько там шаг за шагом освоил тут open tx систему которая позволяет действительно очень удобная штука любой параметр настроить в аппаратуре там все ну в общем если вы потратите на это время это действительно инструмент но к этому предлагался вот этот джампер tx16 и в нем были кривые шлейфы то есть вы понимаете да вот человек взял купил какую-то штуку настроил она у него не работает то есть там вбил модель что такое вбил модель нужно настроить у всех этих рулевых машинок радиоуправляемых там ходы принцип управления что на каком канале то есть там ну ручки же у нас там там другая и я все это настраиваю выхожу на полет и это все слетает настраиваю слетает настраиваю слетает я злой как черт перепрошивают аппаратуру там и так далее делаю кучу вещей ну и потом находится причина это шлейфы то есть вот то что соединяет ручки надо было обрезать сделать заново и так далее научился это делать мы все это спиртом разбирать эту аппарату собирать но я потратил времени больше на подготовку радиоуправления чем на сами полеты подготовки в модели и в конце концов я так за устал до макс ты же знаешь туда как правильное слово когда ты много-много чего-то делал и потом вот те надоело как назвать такое слово устал правильно но мы вы это поняли о чем я и кончилось тем что модель раздолбал причем раздолбал не сразу сначала конечно раздолбал абсолютно по собственной дурости это был полет когда я там планеристом белая кость голубая кровь с налетом 6000 часов ля-ля-ля-ля запустил эту штуку думаю ну не справлюсь что ли конечно сразу же приложил потому что полеты на настоящем планере полеты на авиамодели это с две большие разницы чтобы летать нормально новой модели нужно или или покидать какое-то количество раз просто привыкнуть лучше покидать с холма небольшого то есть привыкнуть пилотирование это старинная технология а современно это взять симулятор и отсидеть симуляторе несколько часов и только после этого с этой моделью идти летать по боевому не так и сначала я сначала приложил модель то есть мы вышли всей компании я все настроил аппаратура работала его запустила на время где-то в нашем населенном пункте бам что вы понимали к откуда я летал так вот наша окошко комнаты и смотрите вот видите вот там поле сразу вот за домиками туда идти 150 метров вот там собственно наше место откуда мы летаем с авиамодельками а там конце долины аэродром с которого летаю на большом планере так вот моделька приложилась вот там сделала бак-бабах было очень весело опросы местных жителей нашли модель у нее был сломан винт модель из пенопласта хороша тем что клеится вот этим уфунором ее можно собрать буквально из кусочков я собрал опять этот планировочек дальше мы начали его кидать с холма благо у нас то есть их горочек небольших полно и именно за счет кидания с горочек и симулятора я научился нормально управлять планером насвоил эту модельку то есть симулятор однозначно да не вздумайте пытаться запустить модель как как бы вы не чувствовали что вы там прям вот понимаете как эти принципы управления принципы управления макс понимает показывает как планер вверх но задирает теперь планер вниз вот нос опускает теперь делает крен и делает крен другую сторону да макс как сделать будет петлю и планер делает петлю вот так макс освоил все принципе управления куда планер летит он моделька управляет немножко разбил ее окончательно именно за счет радиоуправления то что аппаратура потеряла сигнал вот так вертикально в планету вошла моделька это конечно просто недопустимо и так вообще нельзя делать если вы летаете летать подальше от людей а почему важен вес потому что вы не приложите планер об какого-то человека то есть представить вот пенопластовая модель войдет в кому-нибудь бам но она развалится а если будет не пенопластовая если будет это вот уже вот это уже предельный случай то есть это уже карбоновый фюзеляж это уже фактически летающая стрела вот если эта штука жапкнет этот планировочек еще в пределах легальности за счет просто небольшого собственного веса для начала берите пенопласт однозначно и тренируйтесь на нем и мой совет берите нормальную аппаратуру тот же джампер т16 если его привести в порядок поменять шлейфы ну то есть у каждого все штуки бывают наверное болезни и эта аппаратура она дешевая то есть она там 120 евро стоит или там 150 я уж не помню она просто действительно порог вхождения заняться авиамоделизмом причем получить действительно полноценный аппарат который практически там может все это недорого понимаете такую кривую как время деньги то есть чтобы разобраться как эта штука работает я потерял недели полторы две времени своего то есть разбираясь в этих всех нюансах перепрошивая меня эти шлейфы то есть я искал эту причину проблему искал и я потратил очень много времени если вы таким ресурсом как время обладаете готовы каждый вечер что-то с этим возиться это отличное хобби если вы таким ресурсом времени располагаете то можно купить просто хорошее радиоуправление например я пришел к своему любимому вот джете ds-12 которая ну просто ее берешь в руках держишь она сама по себе в руках уже приятная достаточно крепкая эта аппаратура у меня полетал она упадала с холма вот так катилась у меня даже вон зарубки есть об камни у нее обломаны за счет этого качения несколько дублер очков которые надо будет просто поменять но она она дружественная немножко может быть за счет того что я натренировался на джампере но я быстренько раз раз все с ней подружился интерфейс настройки моделей все живое все летает все надежно крепко приемничек берешь в руку вот он малипусенький хорошенький вот как раз на вот вот этот планировочек он подойдет там он весит 6 грамм то есть за этим гнаться не надо что там дуплекс там ля ля поля это имеет смысл на какой-нибудь навороченной модели уже подключать две частоты когда у вас там сбой на одной может старая как-то вытянуть там все это настраивается не не уверен что это вот прям вам настолько нужно но просто сам подход ребят из чехии мне понравился это достаточно дорого стоит но тут вопрос другой сколько стоит ваше настроение получив эту штуку реально счастлив вот поэтому выбирая с чего начать выбирайте сразу какую-то аппаратуру попытаюсь сэкономить ваше время и задать вам вопрос подумайте зачем вам авиамоделизм то есть поиграться с сыном поиграться в игрушку которую вы подарите сыну играться будете самому все-таки дальше пойти в этом серьезно освоить там планера самолетики квадрокоптеры то есть поставьте себе этот вопрос и дальше исходя из этого вопроса делайте следующее действие если вам нужно игрушку просто посмотреть как вот она вот 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 хочется очень хочется что-то попробовать ну возьмите самое простейшее почти готовый комплекс какой-то простейшей аппаратурой который не будете разбираться включить включил полетел забыл все но если у вас хотя бы какой-то потенциал есть для дальнейшего развития вот допустим как в моем случае то есть я как раз шел по пути купить что такое но потом думаю а вдруг и надо было перед тем как покупать а вдруг почитать про это то есть потратьте несколько дней посмотрите всевозможные ролики я могу порекомендовать например ануан отличный канал есть у него анеков пиви и саша замечательный совершенно это два харизматичных человека которые просто вот мне нравится они как они рассказывают и там много насмотреться можно примерно разобраться не все вы сразу поймете но попробуйте у них такие новичковые ролики поискать я же просто даю совет то есть пойти в медиа пространство разобраться как работают вот эти вот ради управления что с ними где-то надо соединять и тогда вы сможете первую же аппаратуру наверное первый там планировочек квадрокоптер и так далее выбрать правильно то есть имея информацию если вы просто пойдете вот так а хочу вот это вы попадете мимо кассы и просто потратите возможно деньги не совсем удачно в описании дам ссылочки на каналы моих друзей которые меня максимально уверяю не вызывает уважение и каждый блогер должен иметь какую-то харизму то есть не знаю вот тогда это работает когда человек с душой что-то делает это работает когда он работает ну так надо бы как-то что-то сделать за деньги не это должно нравиться как нравится мне снимать такие ребятам я просто чувствую если вы решили заняться моделизмом серьезно попробуем показать масштаб бедствия что он грозит и так я начал вот с этой модельки в разбив ну по сути это третье но лет научился летать дальше следующая моя моделька была сейчас похвастаюсь это было нет большого ума вот этот вот пилотажные самолетики решил что я все так я хочу пилотаж буду теперь пилотаж никому я купил вот эту вот штуку это копия экстра из этой копии экстры я вставлю в ролик первые полеты на ней конечно я ее раздолбал очки одену слепой пилот да папа так не видит без очков поехали поехали газу слушайте какая-то безумная мощность в этой штуке первый полет у меня даже у меня получилось приземлиться но потом я просто ее откровенно раздолбал потому что с приземлять и более менее нужно на шасси она конечно красивая и на трехлопастную я их поменял три после чего успокоился собрал эту модельку вот она пока висит пока нормально летать не научусь следующая опять же была с планировать к вот этот был мультиплексовский фанрей он был хорош я его опять же первым делом приложил но не сильно и у него огромный плюс вот эти крылья они отстегиваются то есть при ударе получалось так что там есть такие резиночки еще чего-то у него крылья отскакивают все разъемы разъединяются то есть моделька абсолютно живучие единственно может быть не фанрея вам советую какой-нибудь solius шунь в этом роде контора надежная проверенная делают все исключительно качественно чем еще хорошо эта моделька она позволяет научиться летать когда есть механизация вот закрылок то есть перед тем как перейти на модель из какого-нибудь уже углепластика стеклопластика на хорошую нужно все таки научиться наверно вот на чем-то таком потому что долбить это можно бесконечно долбишь склеиваешь склеиваешь долбишь и я на ней научился то есть уже сочетание симулятор плюс такая моделька приводит к реальному опыту и уже потом я собрал вот такую штуку это конечно уже это хоппи ски моделька уже с карбоновым там легеньким фюзеляжем красивым крылья соответственно заполнитель пенопластом ракосель или как он там называется уже забыл углепластиковый лонжерончик то есть никак не сказать что это какая-то навороченная крутая моделька на которой можно уже там очень даже на каких-то соревнованиях летать ни в коем розе но она недорогая и можно собрать она весит по моему 680 грамм у меня стоит маленький-маленький моторчик максимально облегчал все самый легенький моторчик вот такой винтик складной получается изящно все выходит и она конечно уже летит то есть если брать идею планера радиоуправляемую эта штука летит она не сравнится с вот этим пенопластовым ужасом но вы это поймете когда полетаете на пенопластовом ужасе сначала вот такую модель можно заводить ну с приличным уже каким-то налетом тогда вы ее не раздолбайте и вот сейчас первый запуск центровку я вчера проверял она нормальная но просто сейчас попробую без двигателя запустить вот а как будет приземлиться ой слушайте но улетит прям совершенно потрясающе я просто испугался шка летучести это что он как летел так и летел предыдущей модели мои все значительно быстрее снижались тут настроены режимы батерфляй прочее но я вот не думал что так далеко эта моделька дуне сразу раз два три центруй да я в этом первый набор сезона ура не знаю видно его или нет мне не видно его на экране это фантастический летатель аппарат есть это вот прям летит вот уже вот вот эта штука летает 500 грамм весит уголь и прочее первый мой композитный планер и первый же сразу же выдуло черти куда и вот очень удачно что я настроил режим вот этот батерфляй так он сейчас настроен вот в такой конфигурации планер снизился но если бы я это вчера кропотливо не настроил то наверное я не знаю как бы сейчас приземлялся потому что это поперло вверх со страшной силой летела я парил погода бомба ну летит и с низким проходом летит шоу на канале мечта летать выживет ли этот планер второй полет давай читай пуск идет вверх огонь выпускаю воздушные тормоза ой забыл выпустить нет не деревья только не деревья друзья в этот раз я щелкнул тумблер не в эту сторону а в ту то есть к тому что кто будет говорить что через полгода вы возьметесь за пульт и у вас все получится не верьте потому что у вас видите как у меня уже третья ошибка подряд третий вылет третья ошибка ночь и нужно заканчивать иначе мы ее прикончим модельку это тоже я немножко приложил пытаясь поймать руками не делаете этого научитесь сначала нормально летать и только когда совсем уверены будете ловите руку но не сильно там срезала болтик один я все заклеил все это все в рабочем состоянии параллельно с вот этим я собирал вот такую потрясающую штуку категорически вам рекомендую пенопластовая такая вот даже не знаю как это называется пенопластовая хрень самое большое его достоинство то что он очень медленный он может летать медленно и поэтому да я еще не умею делать на нем никаких фигур я могу на нем по кругу летать друзья смотрите что в этом случае делается ручки стабилизатор полностью на себя вырубить газ и эта штука сама приземляется от как оторвался хвост о друзья все-таки дальше это упунор или упухор чпок там три минуты и дальше можно летать то есть в чем здесь прикол в том что очень развитые рулевые поверхности вот посмотрите какие здесь соотношение площади элерона к площади крыла фактически половина крыла это штука которая просто крутит ну вот изумительно мы сегодня на ней полетаем мне она очень нравится я собрал с большим удовольствием очень просто собирается здесь клеивается здесь углепластиковые всякие там пластиночки вклеивается пенопласт получается довольно жесткая конструкция мощные рулевые машинки которые все это вращают было шасси карбоновая но я ее приложил сделал он нашел какую-то алюминиевую чушку вот все это ну конечно из минусов вот видите как все провода у меня там приемничек там приклеен как-то все это там скотчик какой-то вот это нормально врести порядок наверное на какой термоклей но все руки не дойдут и еще я собирал вот такую модельку это что-то на 98 грамм ведь весит непонятно для чего она по идее комнатная но мы ее запускаем в стиль очень весело бывает на участке прям выходишь ну вот чтобы вы понимали вот там вот вот запускаем и она резится вот так летает иногда и потом с дерева снимаем очень весело получается надо уже летать эти вот эти как как на улице хорошо мы как дураки дома кстати редкий случай вы сейчас наблюдаете в провансе снег то здесь у нас больше двух недель снег не лежит а сейчас он уже ровно две недели в этом году лежит нонсенс куры в шоке еще один забавный мой проект мне нравились металки я когда-то юра соляник меня подсадил на них показал как они летают учил немножко запускать юрка большой привет под нормальную металку я покупать не стал думаю возьму еще не такое попроще сначала покидаю разберусь отзывы были хорошие но не советую что я не знаю но но и но и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Складной карбоновый Я решил выпендриться То есть я взял моторчик Ну вот это вот весит 98 грамм Причем по мощности оно Должно пулять лучше, чем вот эта штука Ну такой винт Он, конечно, не покрутит Винт будет чуть поменьше Но это все легче То есть позволит сделать немножко модельку легче По центровке я посчитал Вроде все прокатит Вот этот моторчик сгоревший, вы видели, что мультиплекс тоже без мотора стоит Он сгорел, приложил я мультиплекс Это регулятор, который способен управлять вот таким Цените, да, вот моторчик и вот регулятор То есть это все сопоставимо по мощности То есть прогресс идет, но регулятор приходится достаточно большой иметь Потому что токи большие Вот этот мотор, кстати, позволяет работать на 4С То есть уменьшить рабочие токи, использовать менее мощный контроллер, более легкий Понятно, что для вас в первом видео эти вот виды этих моторчиков, контроллеров, всей этой вот ботвы Оно вас просто пугает Это нормально Я хочу показать вам в первом же ролике объем бедствий То есть объем, что вам в принципе в перспективе понадобится, если заниматься этим серьезно Одна из составляющих аккумуляторы То есть видите, аккумуляторы я храню в жестяной банке Ну то, что это все-таки может всегда загореться штука Это аккумулятор, на котором летает пилотаж на этаже экстра Большой Вот это вот маленькие аккумуляторы 4С Которые вот для этого самолетика Я люблю летать на таких сборках Там 3С, 4С Что значит 3С, 4С? Это сколько будет ячеек в вашей батарейке То есть самая простая батарейка 1С Это 3,7 вольта И дальше, повышая вольтаж, вы получаете 2С, 3С, 4С Видите, какая россыпь добра И чтобы заряжать это все добро Используется вот, ну я использую iCharger Он у меня еще остался со времен электровелосипеда Зарядку лучше взять более-менее приличную Потому что возьмете какую-нибудь полную фигню Будет просто вылетать аккумулятор То есть у меня такое было У меня самолетикам досталась зарядка Я думаю, да, позаряжаю ее И позаряжал, позаряжал Один аккумулятор Uber, второй, третий Выкинул ее, а стал заряжать нормальной зарядкой И вообще никаких проблем Помимо зарядки вам понадобятся еще вот всякие ерунда Там отверточки, там клей всякий Вот наждачечки, ну дофигища всего Когда начнете с этим играться Поймете, ну для начала просто хороший клей Клеев в моделизме много Для пенопластовых моделей вот этот Уфу Нор Я использую очень достаточно удобный клей Блям-блям-блям, намазали Соединили и все Вот так чпок И дальше этот пенопласт схватывается И можно летать дальше У меня на полочке стоит полный боевой готовности циокринчик Можно всегда им быстро подклеить Моментный клей, часто называют его сейчас полно Ну вот хороший циокринчик Он позволяет многие вещи склеить Циокрином сделана дырка в одеяле Это же циокрин, если его капнуть Прямо он, ой-ой, сейчас меня убьют Еще один клей вам понадобится Если вы будете работать со стеклопластиками Это эпоксидная смола Лучше брать тоже хорошую Которая надежно размешивается Хорошо застывает Потому что часто бывает Размешал смолу, она или закипела Если отвердителя переложила Или не застыла, если не доложила И так далее и тому подобное То есть потом будете просто сильно мучиться Если возьмете что-нибудь непонятное, невнятное Итак, домашняя часть видео закончена Мы пошли на полеты Макс, ты готов идти до полеты? Да! Молодец! Это ты! Итак, солнце клонится к горизонту Мы наконец-то готовы к полетам Зарядил нужное количество батареек Это литий-полимерные аккумуляторы Определенных химоаккумуляторов Которые позволяют вытягивать максимальный ток С аккумулятора То есть можно маленький-маленький аккумулятор поставить Который там будет работать 3-4 минуты Ну зато модели будут лидать око-го Сейчас уже есть химия Которая позволяет отдавать Большие токи на аккумуляторах Литийным ситом Я вот это все храню в ванной На кафеле Так, чтобы если это вдруг ночью Вздумает загореться Мой дом остался целым Зигзаг, что скажешь? Это петух, его зовут Зигзаг Махряк Итак, наши модели построены Макс, ты готов? Я Макс, с какими-то обломками Тоже готов Жена моя готова в суперкостюме Итак, плюс жизни в лоботях Это в том, что посмотрите Все модельки, они висят в доме Но чтобы пойти на полет Их не нужно разгружать какую-то машину Мы просто вот берем Выходим на нашу веранду Вот оно поле, я уже говорил вам Машем рукой зеленому бамбуку Со снегом Видите, какое-то прекрасное сочетание И двигаемся в сторону Так сказать, нашего поля Лисы съели двух кур Мы за биоразнообразием Да, мы занимаемся еще чем Подкормленным лиса Лис вверху Наверху И недавно съел двух кур Которые не успели ночью пойти спать Говорят, самых вкусных съел Я предлагал эту куру съесть Эге-гей! Ну что, пошли? На самом деле Вы думаете, что это идиот в шортах Но тепло Это то же самое ощущение Что на горнолыжном курорте Когда вы идете Воздух выборожен То есть ночью весенний выпал Поэтому очень сухой воздух Который при таком ярком солнце Так, Макс Макс и кролик Вы готовы к полетам? Да Отлично! Друзья, наш парк выстроен На взлетно-посадочной полосе Чтобы имели привязку к местности Вот наш там домик С солнечными панелями Кусочек торчит И вот с этого поля мы летаем История, которая рассказывала Что у меня планер воткнулся вертикально вниз Бум! Это было вот здесь, на краю поля Поэтому я призываю всех Кто летает на авиамоделях Используйте качественное радиоуправление Качественные компоненты Чтобы не иметь шанса Навредить другим людям Это важно А мы начинаем Максик, с какого начнем самолетика? На котором папа тренировался? Оператор кролик Оператор кролик Так, подтягиваю штаны Действительно тепло, реально Градусов 12, наверное И вполне Так как я любитель ходить в шортах Можно ходить в шортах Что мне нужно, чтобы все это дело включить? Мне надо включить радиоуправление Подтвердить выбор скайс-офера Да Подсоединить батарейку Закрыть кокпит Повесить радиоуправление на себя И проверить Все ли у меня хорошо И у меня все не очень хорошо Почему у меня все не очень хорошо? Потому что у меня почему-то на плюс стоят элероны Проверяю Может у меня какой-то режим полетный стоит? Не тот Нет Режим стоит тот Друзья, разобрался в косяке Моделька настроена Давно была И ты будешь запускать И я Она стояла сейчас в посадочном режиме Поэтому управление работало Таким поделенным образом Вы, настроив свою аппаратуру Стараетесь настраивать все модели в одном стиле Чтобы вам не нужно было потом вспоминать Как вы настраивали конкретную вот эту вот модельку Я проверил все Проверил, что рули работают Сейчас Да, вот так Да, вот так Да, вот так Да, вот так И Почему это важно? Потому что я однажды просто перепутал подключение стабилизатора И запустил модель И она начала работать наоборот И Самым умным действием Это была вот эта вот моделька Было свалить ее в штопор метров на 30 И она вот так вот В плоском штопоре села Прекрасно ничего не повредило Когда запутались Попадаете в штопор Так На этой оптимистичной ноте попробуем запустить модельку Я покажу вам один тумблер Вот здесь Тумблер Он активирует работу двигателя Крайне важно такой иметь Потому что, как вы видите, сейчас я работаю управлением У меня двигатель не запускается И вот когда я полностью готов Сосредоточился У меня настроение хорошее Готов запустить Я взвел тумблер Включения двигателя Проверил работу двигателя И Эх, Макс Ну что, готов? Запускаем? Да Ну, запускаем И мы полетели Давненько я не летал Ну, мощность у этой модельки Так себе Хотя, вы видите, она спокойненько там Ой Что-то докрутит Если очень хочется Выключил я двигатель Вот лопасти сейчас сложились Сейчас это планер Триммирование сейчас не очень удачное Немножко полероном подтриммировал И моделька спокойненько летает То есть, можно наслаждаться Вот этим полетом ее Радоваться, как она красива В воздухе парит Я скажу честно, как пилот, который летает на боевом планере Ой Ой-ой Газу Вот зачем нужен двигатель Вот я что-то так подзапутался Центровка, кстати В общем, нюансы, друзья Я на них сейчас останавливаться сильно не буду Ну, к тому, что вот она моделька летает Летает она прекрасно Красиво Красиво Ровненько Может порадовать нас И я ее постараюсь Сейчас завести на посадку И приземлить Самое главное, что она простая И второе, что же самое главное Что она легко ремонтируется Что она может Ну, петли, смотрите, она крутит Только не знаю, почему она так крутит Не петли, а какую-то Фигню В общем, надо разбираться Поэтому пилотаж-то я на ней вам показывать не буду Просто заведу ее на посадку И мы ее положим отдыхать Ой, как-то перелет Оп Она поехала Включаем двигатель И таким толчком кидаем Что приятно, что я вам советую Поначалу покидать эту модель Без двигателя Например, с небольшого холма Чтобы привыкнуть И попробовать приземлять ее перед собой Это вам позволит избежать Обидных крэшей Ну, вот смотрите Да Один дом пострадал Посмотрите, вот как можно, например Просто запустить модельку Без всякого двигателя С руки Так вот, раз Ой Слушай, что-то пошло не так Мне совершенно непонятно Почему она не хочет лететь ровно Эта проблема Слишком много зрителей Центровка-то в норме Сейчас я проверю То есть меня, как бы, все это Немножечко расстраивает Оп Ну, задняя центровка Сильно задняя, кстати А почему Аккумулятор Аккумулятор А, все ясно Все, друзья Вот она проблема Аккумулятор был неправильно поставлен Сейчас он поставлен хорошо Модель в каком-то говне Ой Все хорошо Сейчас Наличие снега на аэродроме В данном случае Полезно тем, что мы можем Оттереть ей фюзеляж Который сейчас действительно В каком-то Кратовье норка Кратовье норка На моторе летит Ну, летит неплохо Разворачиваем Ну, петлю Вместо петли нормально Делают какую-то фигню Ладно Почему-то встал на ней двигатель Непонятно почему Идем на посадку В направлении работа Это просто Ух Вай Оп Отлично Пойдемте разбираться Я даже догадываюсь Почему встал двигатель На предыдущих полетах Когда мы на другой модельке летали Я высадил этот аккумулятор Который сейчас стоит Больше, чем нужно Есть у меня стойкое подозрение Что я его угробил Поэтому аккумулятора Охватило На небольшой полетик Смотрим Работает моторчик Солнце, солнце Все Холодно Все Холодно А? Ну, может и холодно еще Ну, вряд ли Потому что настолько это влияет Все Вот так что Следите за своими аккумуляторами Заряжайте их правильно Не разряжайте больше нормы И будет вам счастье В принципе, на аппаратурах Есть сигнализация На приемниках На контроллерах Часто о том, что аккумулятор Уже совсем Ну да, вот он даже вздулся Видно На одной полетали Пошли дальше Достаем Такой же Но второй Будем надеяться, что он хороший И оживляем Макс Вот эту модельку используем? Да Хорошо Выбираю другую модельку Это у меня Velocity Velocity Все И сейчас, когда я соединю Управление Управление будет уже Моделью вот этой Надежность современных Электронных девайсов Высока Но все равно Будьте осторожны Вот так вот Нависать над винтом Особенно поставив его Так, чтобы он к вам ехал Это абсолютно неверно То есть нужно было бы сделать Вот так вот Ага, чтобы Макс ехал Ну что Нет, вот так вот В другую модель подороже В другую модель подороже В общем, ставьте Ну, Туся, ты молодец Ты прям контент на конь снимаешь Ставьте так, чтобы Если модель поедет И раскрошит все по дороге Раскрошило как можно меньше Очень интересный самолет Сделал человек на выставке Ошкош И когда он его показывал Ну, в общем, так получилось Что он газ не убрал И самолету завели двигатель И самолет поехал В нем никого не было Ну, он там на чурочках стоял И так далее То есть он перепрыгнул На эти чурочки Поехал в толпу И зарубил кучу народу Ну, не насмерть Там травмы какие-то Но это прикончило сам проект И самолет интереснейший Просто не сделали Вот из-за этой глупости Что нормально его не закрепли Поэтому будьте внимательны Даже мой учитель Клаус Ольман Однажды выезжая из ангара Забыл газ на полную включив Завел двигатель Двигатель завелся Ему не хватило тормозов Остановить этот самолет Как-то он там его копотнул Или еще что-то То есть он никого не покрошил Но прикончил винт И было масса приключений Поэтому это вот Люди, реальные люди Которые с огромным опытом И делают такой косяк Как и я сейчас Вот взяв поставить себе самолет Винтом к себе В сторону самого важного Головый, да От винта, Макс, да? Проверяем, как работает управление Элероны норма Стабилизатор Норма Руль направления А руль направления Почему-то не работает Все, работает Ох, испугался я Так Включаю питание Мотора И пробуем Смотрим, как эта штука полетит Должна висеть достаточно весело Моделька эта Восхитительна тем Что она может летать Достаточно низкой скорости И если вдруг что-то случилось Совсем плохо Валишь ее Она таким блинчиком Пэм-пэм Плоским Бамкается И все с ней хорошо Командуй, Макс Раз Два Три Да, слушай Я прямо Надо твых летать Но машина зверь Огонь аппарат Вот В нем основная прелесть В том, что он может Вот так, например, делать Вот так он может Давай Пап, я влевник Пап, я влевник Петля Теперь Вниз с хвостом Вниз с хвостом Макс, папа Не настолько Готов к полетам Чтобы Вниз с хвостом летать О, бочка Теперь Вниз с хвостом В общем, эта штука Может летать Как угодно Видите Вот это мне больше Все нравится Вот в ней На маленькой скорости У нее низкая Удельная нагрузка Крутится как угодно Главное не запутаться Что я сейчас могу Сделать на радостях Но если запутался Делается так Показываю Сейчас Покажу Как делать Если запутается Все Ну я сейчас зайду Со света Если вы на этой модели Запутались Просто ручку на себя Она Бам И целая В этом ее основная прелесть То есть Если в ней дать ручку на себя Она валится Или начинает Паршрутировать Или входит в плоский штопор Скорость низкая Винт при этом Сейчас я тублер выключу Винт при этом останавливается И она Обшась с шассиами Обземлю Бам Хрязь В общем все целое Если Скорость не уменьшать То всегда ломается винт Винт достаточно дорогая штука От 4 до Вот этот вот Дорогучий Деревянный Красивый Стоит На самом деле Такой брать смысла нет Просто у меня такой был Вот эта модель падала Уже столько раз Что даже страшно Об этом подумать Солнце Как вы видите Заходит за горизонт Поэтому нам нужно быстро Запустить третью модель Эта моделька Друзья у меня Самая навороченная Поэтому будет больше всего Жалко ее долбануть Если Вдруг что не так Сейчас я нахожу ее На компьютере Ой на этой На аппаратуре Это у меня Ку-12 Понял Вот сейчас он ее будет искать Я достаю батарейку Достаю батарейку Под переднюю центровку Тяжелую Чтобы не накосячить Потому что можно конечно Пафосно попытаться Сейчас попарить На задней центровке Но даже на большом планере Классно летать на задней центровке Но задняя центровка Часто приводит К например Плоскому штопору А на модели Это ну свои сложности Я ее Закрыл Ну что Сейчас проверяю Теперь эту модельку Все Как на ней работает Мотор отключен Вот это вот Так называемая бабочка Когда Закрылок идет вниз Элероны идут вверх И вот в этом случае Модель Как парашют Практически опускается Возможность Эту модель посадить Вот у меня Оп Посадочный режим Сейчас у меня стоит Нормальный режим Я проверяю Элероны Проверяю Стабилизатор Проверяю Руль направления Все работает штатно Ну что ж Попробуем слетать Активирую двигатель Работает Макс Давай команду Макс Пуск О И она идет Практически вертикально Как вы видите Энерговооруженность Бешеная Оп Я убрал Тягу двигателя Отключил И Сейчас у меня Убрался Винт сложился Это настоящий планер Который Совершенно волшебно парит Потоков восходящих Сейчас нету Холодно очень Да и уже вечер поздний Ну немножко попикивает И самый большой кайф Конечно на такой модельке Это искать Вот эти зоны Восходящих потоков На большом планере Выпарить с такой высоты Конечно невозможно Большой планер Выпаривает метров С 300 не меньше На параплане Да На параплане Можно с 30 метров За счет чего это За счет того Что у земли Все эти конструкции Из воздуха Они должны разогнаться И вот такую модельку Может держать Маленький-маленький Пузыречек воздуха Поднимающийся И вот так Его можно кругами Обрабатывать Немножко нас придерживает В этом все И удовольствие То есть все спрашивают А вот Какой кайф Летать на модели Что за Ты же планерист Ты же На большом летаешь Ну во первых Это детство Было у меня счастливое А во вторых Это действительно Очень приятно Вот когда такая Маленькая Красивая Изящная штука Подчиняется Каждому твоему желанию И летит И можно дать газку И перезагрузиться Оп Она кстати тоже Крутит петли Смотрите Оп Больше не надо Хорошо И мы на ней Спокойненько летаем За посадку Я вам покажу Одну Потому что Я еще не мастер Этих посадок Но посмотрите Как она просто Изящно летит Сейчас я подведу Поближе к нам Это же просто Это же просто Поэма Да Наличие моторчика Конечно сильно упрощает жизнь Мы раз И опять на высоте И так можно тренироваться Сколько угодно Потом летаете Ищите какое-нибудь Восходящее течение Исследуете его И если вдруг Вас сдуло ветром Или еще что-нибудь Вот этот микромоторчик У меня моторчик там стоит 55 ватт Он весит 41 грамм И аккумулятор стоит Такой же маленький То есть Вот в этой модели Все связанное С электродвигателем Минимизировано И она волшебная Понятно Что дальше Там 4 метровые модели Метательные модели Которые кидают с руки Они там По 3 минуты парят Но Вот Для себя я открыл Что 2 метра То есть Вот это вот Самый наверное дешевый Вход в мир Настоящих Пластиковых планиров Это 2 метровый размер Потому что Все что выше Становится просто На порядок дороже То есть Полтора метра Это все-таки маловато 2 В самый раз Конечно в идеале 2,5 было бы Но у меня есть Супра сейчас Благодаря соляннику 3 метра 80 сантиметров Ну я ее берегу И пока тренируюсь На кошках Ну что Будем заходить на посадку Уже холодно Я в шортах замерзаю Макс На посадку заходим Не в машину Не в машину Ну что Я Ой 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 Оп Недолет Тумблер Тумблер У меня отключил двигатель Я перевел Второй тумблер На посадочное положение То есть Главное В этом всем Не запутаться И вот Я не запутался Красиво Приземлился Ну я думаю Что пора домой Очень холодно Друзья На этой оптимистичной ноте Я надеюсь Вы меня отпустите домой Потому что Я пошел Как дурак В шортах Солнце Зашло за гору И вот теперь Мне реально холодно Я не такой То есть Солнце Многие спрашивают Как вы в большом планере Летаете И не мерзнете В такую погоду Можно было влетать В большом планере В шортах Потому что Через кокпит Светит огромное количество Солнца И в нем тепло Даже сейчас Даже когда За бортом минус Лед то не тает Да Лед то не тает Но я сейчас мерзну Поэтому Вот я все показал Как у нас есть Идите в моделизм Ссылочки на каналы Моих друзей Которые лучше меня Разбирают по моделизмам Потому что я чайник Видите Даже на плане Летать не умею Расскажет вам Намного больше Я просто вас Проматерировать Что это офигенно Классно Этим можно заниматься Сыном Макся Тебе нравится моделизм? Да Скажи Контент огонь Контент огонь До новых встреч Друзья Пишите Как вам понравилось Егей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok